В Налинске прошел ставший уже традиционным фестиваль-конкурс имени Бориса Черкова «Шар голубой». Исполнить песни из полюбившихся кинофильмов и продемонстрировать актерское мастерство прибыли артисты со всей области. Редкое зрелище по главной улице Налинска с пером в руках гордо шагает величайший русский прозаик, драматург и поэт Александр Сергеевич Пушкин. За ним шествуют и герои его произведений. Здесь и дуб из Лукоморья, и кот с русалкой, и Руслан с царевной Людмилой. Такое жители Налинска и других городов области могут лицезреть лишь раз в год на конкурсе фестиваля «Шар голубой». Это мероприятие проходит в Налинске уже шестой год подряд. Фестиваль посвящен любимому актеру миллионов зрителей Борису Черкову. Как известно, знаменитый артист провел свое детство и юность на вятской земле, потому ежегодный костюмированный фестиваль актерской песни носит именно его имя. В этом году принять участие в фестивале конкурсе прибыли участники со всей области. Из Кирова, Немы, Яранска, Суны и, конечно, самого Налинска. Артисты на время перевоплощаются в писателей, героев их произведений и персонажей из полюбившихся фильмов. Николай и Людмила Шабалины принимают участие в традиционном марше под названием «Молодежное пришествие», несмотря на то, что сами уже не молоды, каждый год. В этот раз они примерили на себя образы персонажей из басни Ивана Андреевича Крылова «Собака и лошадь». Ни днем, ни ночью я не веду и покоя. Днем стадо под моим надзором ногу, а ночью дом я стерегу. Участников много и все достойны и талантливы. Определить победителя непросто, поэтому ответственная миссия лежит на плечах компетентного жюри. Актерская песня – это определенный жанр. Его нужно понимать, чувствовать, пропускать через себя. Это надо уметь делать. Это не просто выйти и спеть песенку, а ее нужно как-то театрализовать внутри, так, чтобы попасть в сердце, в глаз, в душу. Как отметила председатель жюри Наталья Исаева, участники фестиваля конкурса год от года растут и совершенствуются. «Пусть весен в завете жестокий, в тумане жительских морей, пилеет мой парус такой, одинокий на кроне стальных кораблей». Аналогов на Линскому фестивалю в других регионах нет. В стране проводится только один фестиваль актерской песни Андрея Миронова, но тот для профессиональных актеров, наш же для театралов-любителей. В следующем году на Вятскую землю съедутся самодеятельные артисты не только из городов области, но и из других регионов. Конкурс будет всероссийским. «Достаточно большая ответственность при проведении особенно всероссийского уровня подобных фестивалей. Конечно, мы стараемся, мы стремимся к тому, чтобы создать максимальные условия для проведения данного фестиваля, показать всю красоту и гостеприимство на Линской земле и, соответственно, сделать все, чтобы этот фестиваль дальше рос, развивался и подцветал». Завершился праздник традиционным флэш-мобом «Шар голубой», в рамках которого все желающие смогли загадать желание и отпустить в небо шары голубого цвета. После состоялся гала-концерт с награждением лучших номеров фестиваля. Анастасия Корсакова, Алексей Стахеев, Вести, Кировская область.